за три часа до начала нашего мероприятия всегда готовлюсь и все вопросы ваши отбираем добрый вечер марат амирович и ладно добрый вечер как меня видно мне вас видно прекрасно слышно тоже как вам меня да я вас хорошо слышу вижу я вот стараюсь установить аджет чтобы меня было видно красиво очень вы прям очень я вам комплимент хотела сказать вам очень идут рубашки прям спасибо большое за комплимент марат амирович начнем сразу приступим к действию довольны ли вы прошлыми двумя неделями относительно восстановления ликвидности на момент понедельника была озвучена сумма 62 миллиона верно ли это да я больше доволен наверное реакцией нашей аудитории что они очень лояльно к этому отнеслись поддерживают и очень много теплых слов пожеланий наверное это больше приносит какого-то удовольствия в плане то что у нас была позапрошлая неделя достаточно такая плодотворная я считаю что и прошлая неделя ну ребята выжили можно сказать 100 из 100 очень хорошо отработали и вся вот эта ситуация привела к тому что команда собралась и я переживал что они там переволнуются и начнут допускать ошибок нет наоборот ребята прям собрались и прям чувствуется на них дополнительная определенная ответственность нагрузка и работают абсолютно без ошибок лучше чем какие-то средние показатели в этом плане тоже есть определенный скажем так позитив по работе именно аналитиков ну управляющих активами и то что аудитория нас в этом поддерживает наше сообщество наши инвесторы доверить или они нас в этом поддерживают это тоже очень дорогого стоя на самом деле все поддерживаем всем очень хочется поскорее как можно скорее выбраться из этой кризисной ситуации и я уверена что фонд а мир поверит не только наши инвесторы которые на сегодняшний день и мы также к нам придет достаточно большая аудитория новых инвесторов так марат амирович поговорим на самую насущную нашу тему выводы 25 0 3 то есть 25 марта можно будет создать или или сформировать заявку на вывод из накопительного счета на кошелек амир балет когда заявка обработается когда выйдут деньги на внешний кошелек кто будет в приоритете и почему и какую сумму можно будет выводить давайте про выводы просто более подробно потому что из дайджеста не все поняли как и что будет происходить да пока окончательные регламенты не утверждены точно можно будет оформлять заявки на вывод с накопительного на кошелек и вот то что сейчас мы делаем это перенос средств с кошелька на накопительный нам даст возможность полноценную работу кошелька то есть кошелек будет уже работать в полноценном режиме с точки зрения что вы можете выводить его куда угодно и мы также сейчас очень глубоко прорабатываем возможность петупи то есть чтобы к моменту запуска кошелька у нас был очень достаточно конкурентно способна площадка петухи обмину то есть возможно даже не надо будет вводить там куда-то на внешние ресурсы чтобы там деньги получить на карту то есть сейчас очень многие биржи блокируют российские карты да там и обычно как люди действовали то есть нашего кошелька отправляли деньги на внешний кошелек где есть петупи площадки которые с помощью которых можно будет там крипту обналичить фиат и в виде фиат их денег получить их на на карту да в основном и мы вот работаем сейчас над тем чтобы у нас ну конкурентоспособны и соответственно чтобы обналичить деньги фиат можно было делать это уже на нашем кошельке а мир воли но это такое ей естественно есть рынок наличных скажем продаж и покупок да там крипты то это можно будет делать прям с нашего кошелька то есть уже такой большой необходимости вывода куда-то на внешний кошелек уже такой не будет то есть у нас будет кошелек абсолютно открытым и безлимитным имеется ввиду когда мы одобрим вывод с накопительного на наш кошелек то уже с нашего кошелька можно будет полноценно выполнять все операции по вопросу можно будет и заводить и выводить деньги правильно я понимаю то есть можно будет и покупать криптовалюту сразу с карты российской либо иной карты можно будет также выводить на карту и на любую либо на какую-то определенную вы уже продумывали ну и либо ведутся на данный момент только переговоры на самом деле этот функционал уже присутствовал и был вопрос там в октябре там выделение специалиста к сожалению у нас там один специалист который имеет опыт и допуск к таким видам работы по планам в октябре в ноябре это уже должно было работать то есть мы расширяем сейчас у нас петопи работает только на вы можете разместить заявку на покупку на продажу то есть у нас такой функции не было и соответственно мы сейчас делаем чтобы можно было размещать заявки и на покупку и на продажу это первое второе мы расширяем количество валют то есть у нас были только рубли тенге гривна и белорусский рубль сейчас мы добавляем там евро и usd но еще ряд нескольких валют и плюс и по текущим валютам и по новым которые будут добавлены будут добавлены большее количество банков ну то есть эмитентов карт да там то есть например даже если и были рубли но не не все банки могли участвовать в этой операции мы расширяем количество банков могут участвовать операции и расширяем количество валют которые могут участвовать и соответственно на новые валюты тоже большое количество новых банков добавляем в пи-ту-пи площадку и может будет размещать как на покупку, так и на продажу. После того... Марат Амирович, это будет все-таки площадка P2P между партнерами или, как у нас ранее был сторонний сервис Меркурия, и можно будет в момент прям сразу продать просто с более большой комиссией? P2P есть площадка между партнерами. Мы, конечно, берем там какую-то свою комиссию, мы сейчас работаем над тем, чтобы снизить эту комиссию. Она у нас была до последнего достаточно высокая, то есть 0,5% в одну сторону. Мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было существенно снизить комиссию, чтобы быть конкурентоспособным. И, соответственно, сейчас многие биржи отказывают в работе с российскими картами. Мы стараемся сделать так, чтобы у нас там все российские карты операции на нашей площадке. Марат Амирович, давайте еще раз про выводы поговорим. Про карту понятно, но как бы все-таки давайте еще раз обсудим выводы. По поводу выводов. Регламент пока не окончательно принят. То есть не факт, что 25-го либо 26-го кто-то вообще, хоть какой-то там человек, либо те люди, которые заводили последний раз в течение полгода во мир свои деньги, могут ставить на вывод. этот регламент еще не решен, или все-таки кто-то сможет поставить на вывод? 20-25-го, которые прошли верификацию, могут оформлять заявку на вывод с накопительного на кошелек. Оформлять заявку на вывод на кошелек могут абсолютно все инвесторы, компании, которые прошли верификацию. и соответственно до 25-го мы озвучим регламент, ну то есть это порядок обработки этих заявок, да, и ограничение по сумме. То есть возможно с нашей стороны будет какое-то ограничение, например, тысячу долларов на одну заявку, не будет тысячу долларов на одну заявку. И соответственно все, кто выставят заявки, возможно мы будем рассматривать в какой-то определенной последовательности. То есть сначала мы будем удовлетворять заявки людей, которые инвестировали последние 6 месяцев, например, с сентября по сегодняшней датам. Это те люди, которые еще ни разу не выводили, не делали заявок на вывод. Потом, я сейчас говорю, скажем, такой, да, там, логики, которые возможно нами будут использоваться. Это зависит от там, количества средств, да, там, которые нам будут доступны, да, там, к тому моменту. И соответственно это все математически просчитывается, и чтобы не было с одной стороны ну, как бардака, да, там, чтобы было все по порядку, чтобы работало. И основная задача это, конечно, если включится, чтобы больше не отключалось. Пусть какой-то будет, ну, скажем, очень жесткий там алгоритм, регламент, но мы хотим достичь того, чтобы уже больше не было отключений, по крайней мере. И, соответственно, рассчитать свои какие-то силы, возможности, в том числе и финансовые, и технические, и с точки зрения человеческих ну, там, ресурсов в плане обработки заявок, потому что, ну, частично что-то будет там вручную и так далее. Сейчас на данный момент ну, мы решаем вот эту задачу по переносу средств с кошелька на накопительные есть определенных задач, которые мы уже вот на сегодня треть алгоритм испытываем и до сих пор ну, вылазят определенные какие-то баги. Мы не исключаем, что частично какие-то операции будут проводиться вручную и, соответственно, чтобы было это на первом месте, безопасность и точность. То есть мы не можем себе сейчас позволить допускать какие-то ошибки, которые технически потом приведут нас к тому, что будет формироваться долг и мы опять погрязнем ну, имеется в виду технический долг мы опять погрязнем в емкой рутинной работе. Вот просчитывая сейчас... то есть я думаю, что Марат Амирович следующая среда у нас 23 число. К 23 числу я думаю, вы будете уже более подробно знать обстановку и как у нас что будет происходить и кто будет какие регламенты устанавливать. Ну, какие регламенты будут на вывод и кто будет первым. Да, к следующему криптомиру будет более полная информация и... Ну, давайте тогда лучше пропустим этот вопрос все-таки, потому что смысл нам сейчас рассуждать, если еще все равно точного ответа нет. Скажите, пожалуйста, в пятницу почему средства с кошелька не перенесли на накопительные счета? То есть, соответственно, я уже услышала от вас произошли какие-то баги и вы не смогли перенести средства самостоятельно. Да, с пятницы мы переносим и процесс переноса он достаточно такой трудоемкий. С точки зрения даже технической обработки у нас более 500 тысяч кошельков и если уж вдаваться в какие-то технические тонкости, то, что вы видите на окончательную сумму на кошельке, это скажем, разница всех операций или сумма всех операций, которые проводились исторически на вашем аккаунте. Например, на счете биткоин, в кошельке на счете биткоин вы проводили за последние 4 года все операции. И вот конечная сумма это получается нам надо перерасчитывать всю историю. Когда происходит перенос система обращается именно ко всей истории. То есть мы переносим можно сказать всю историю операции, которая происходила на кошельке. Это вот довольно трудоемкая и с технической точки зрения задача, трудоемкая задача и она занимает время. Как сейчас показывают на практике, то мы испытываем это на зеркале, то есть мы создаем копию и запускаем и процесс идет 18 часов. То есть более 500 тысяч кошельков обрабатываются в течение 18 часов. И мы столкнулись с тем, в первый раз, например, что 30% кошельков остатки не перенеслись. и мы сначала разбирались, в чем ошибка, искали баги, исправляли, потом зеркало приводили опять в первоначальное положение. То есть мы делали вторую копию уже существующей. Прошло несколько дней, например, день-два и уже база изменилась. И, соответственно, нам нужно было, нам нужно его привести в нулевое положение. То есть, соответственно, это тоже несколько часов. Потом запуск второго теста. Сейчас мы пришли к тому, что уже мы изменяем алгоритм, то есть ошибка повторяется, и мы не можем себе допустить какую-то в этом плане ошибку, и в итоге это приведет к еще больше дальнейшим каким-то проблемам. И лучше, может быть, на старте чуть больше времени потерять, но чтобы уже было точно. И мы нашли другую команду, которая нам предложила другой алгоритм, и мы другой алгоритм испытали, но, к сожалению, тоже. И сейчас уже как третий вариант испытываем, и все это трудоемко. Ну, надеюсь, мы в ближайшее время достигнем. Марат Амирович, почему вы озвучили более 500 кошельков? Каждая нода это отдельный кошелек, то есть, биткоин это отдельный кошелек, ERC20 это отдельный кошелек, ERC20 это отдельный кошелек, эфириум, нода эфириум это отдельный, то есть, получается, у каждого человека несколько кошельков, по каждой валюте у каждого аккаунта идет отдельный кошелек. Понятно. Скажите, пожалуйста, облегчило бы задачу вам и, соответственно, IT-отделу, если бы люди все-таки самостоятельно перевели свои средства на накопительные счета? Очень бы облегчило. Ну, понятно, что есть инвесторы, которые нам, наверное, доверяют, которые там раз в полгода или в год заглядывают. Мне сегодня раз, я общался с некоторыми нашими инвесторами, они говорят, да, есть очень много негатива, и я, говорят, специально абстрактировался от вот этого фона, и даже иногда что-то не знать полезно. То есть, вот, не смотреть телевизор или там не читать какие-то телеграм-каналы. То есть, есть люди, которые осознанно там не заглядывают, ну, и не слышат, что надо там перенести из одного аккаунта в другой. Некоторые могут там технически, например, у нас есть там верификация по самсабу, да, но тоже есть какие-то определенные технические ограничения, что человек технически сам не может это сделать, да, там, и вот появляется какая-то категория, ну, или какое-то количество кошельков, которые все равно нам надо вот, ну, скриптом вот таким вот образом переносить. А с одной стороны, что 100 тысяч, что 200 тысяч, ну, уже, так, скажем, разницы нету, поэтому мы, может быть, не, ну, как, обращаемся к инвесторам о том, чтобы сознательно, ребята, давайте все перенесите, потому что все равно будет какая-то категория людей, которые не перенесут, так или иначе, что-то останется, и нам надо это все равно переносить, и все равно нужно делать скрипт. А там уже будут 100 тысяч или 200 тысяч кошельков, уже там, скажем так, особой разницы нет, это вопрос может быть 2-3 часа разницы работы, да, поэтому с нашей стороны вот такого громкого обращения, пожалуйста, инвестора, там, перенесите все-таки самостоятельно все аккаунты, ну, то есть сейчас люди все равно как-то активничают, то есть кто-то пополняет, кто-то токены покупает, кто-то там торгует, там, ну, и так далее, и так далее, там, поэтому мы... Но по статистике, Марат Амирович, если брать статистику, то за последнее время мы вот все равно уже несколько недель просим людей перевезти на кошельки, купить доли или токены, то есть по статистике большую часть людей все-таки просто держат на кошельке или все-таки перевели в накопительные счета и купили доли и токены. Вы смотрели эту статистику? Да, смотрел статистику, где-то на 30% остатки кошелька уменьшились, там, от 60 миллионов на 20 миллионов, но там часть из них это была покупка токенов и долей, да, там, Amir Wallet и часть люди самостоятельно перевели. Некоторые люди наоборот, все как-то пытаются с накопительного перевести на кошелек и мы до сих пор обрабатываем заявки на вывод, сейчас уже обрабатываем их не по регламенту, так как мы понимаем, что в какой-то момент мы все равно с кошелька все деньги перенесем на накопительный, поэтому мы даже уже не в рамках регламента все заявки на вывод с накопительного на кошелек обрабатываем, может быть, человек хочет купить там, токены, долю и поэтому удовлетворяем. Скажите, пожалуйста, в дальнейшем регламент на вывод из накопительного оставится таким, как и был прежде или изменятся сроки? Мы будем смотреть в динамике, то есть по состоянию очень много факторов, которые влияют на лимиты, на регламент рассмотрения и так далее. И, соответственно, в моменте по состоянию текущему там, в зависимости от внешних и внутренних факторов, естественно, мы будем динамично, в позитивном русле реагировать на это. То есть, может быть, первую неделю, первые две недели будет там, один регламент, там, буквально, через неделю-две там уже мы будем внедрять в сторону улучшения какие-то дополнительные изменения. Вот в моем личном интересе, заинтересованности, ну и компании в целом, побыстрее запустить, ну скажем, полный функционал работы всей экосистемы в кратчайшие сроки. То есть, это не из страха перед наказанием, да, там, а это именно коммерческий интерес. То есть, я вижу, как мы можем заработать, ну или приумножить наши активы существенно вот в ближайшие сроки, да, там, сейчас ситуация на рынке, да, кризис и так далее, но для кого-то это кризис, а для кого-то это большие возможности. И, соответственно, применяя какие-то честные, скажем, рыночные шаги, мы можем эту возможность использовать для того, чтобы приумножить, существенно приумножить наш капитал. И я это вижу и, соответственно, очень заинтересован в том, чтобы первый шаг это запуск нашего полноценной работы запуска нашего кошелька, да, там, второй шаг это полноценное исправление всех ошибок в работе управляющей компании, устранение кассового разрыва и полноценная работа уже управляющей компании и снятие всех лимитов и выход на такой полноценный качественный уровень работы полной всей экосистемы и, соответственно, уже экспансия на мировой рынок. Но если грубыми такими мазками, то в этом есть и видение и понимание и есть видение и понимание ситуации на рынке, что мы сейчас можем очень легко, можно сказать, развиться, расшириться как бизнес и, соответственно, это скажется на цене долей, это скажется на цене токенов, это скажется на количестве пользователей кошелька и так далее, и так далее. И это приведет к тому, что я, как учредитель, как совладелец компании, заработаю много денег. то есть их можно заработать не только обманув бедных инвесторов, не выдав или скажем, не хочется говорить каких-то плохих слов, но можно вот я могу заработать условно 100 миллионов обмануть инвесторов, а могу миллиард заработать честным путем и для меня, например, миллиард заработать честным путем это большая мотивация, чем, например, какой-то страх перед какими-то последствиями за работу. Марат Амирович, на самом деле в вашей честности никто не сомневался. Просто с учетом обстоятельств всех, которые происходили с ноября по сегодняшний день, у нас достаточно мало было информации в официальном канале. Только благодаря этому чуть-чуть засомневались в том, что вы возможно нечестный человек. На сегодняшний день я думаю, что фонд быстро все исправит, поправит и к нам придет большое колоссальное количество инвесторов. Марат Амирович, у нас есть в фонде, точнее в личном кабинете очень большой баг. Когда заходишь в него, нужно нажимать по 20-30 раз и никакой VPN не помогает. Вы работаете, устраняете эту ошибку и вообще знаете ли вы об этой ошибке? Да, я сам в последнее время очень часто захожу в личный кабинет и соответственно у меня несколько гаджетов на разных операционных системах с разными браузерами. Да, есть такой технический баг, например, с некоторых браузеров или с некоторых операционных систем, например, с iPad не могу зайти или с компьютера, где операционная система Windows или, например, с Internet Explorer или Edge он сейчас называется. то есть я каждый раз пытаюсь разные браузеры использовать и у меня тоже где-то с пятого раза, где-то с десятого раза, где-то с Chrome, где-то с другого браузера и я до конца не могу уловить вот эту закономерность. Соответственно, все свои приключения я докладываю, я скриню, фиксирую и докладываю об этом IT-департаменту и, соответственно, они стараются устранить. То есть то, что работы сейчас происходят по P2P-площадке, по каким-то другим новшествам, есть много такой работы на бэкэнде, то есть для улучшения, в конечном итоге для улучшения работы всей системы и оно ведется параллельно. Возможно, вот эти работы, они как-то влияют, да, и ребята стараются отследить вот эту закономерность, пока еще ну вот прям с полпинка ответить на вопрос еще не получается. То есть когда они проводят какие-то работы, ну то есть по расчетам ну никак не должно подействовать на какие-то другие системы и соответственно начинают проводить какие-то операции, начинают параллельно вылазить какие-то баги и мы не можем уловить взаимосвязь и вот закономерность всех этих вещей. Ну ребята команда новая, ну и даже если была бы команда и скажем старая, то все равно система достаточно скажем сложная, большая и не сразу все получается понять и объяснить почему так оно происходит и уходит какое-то время, чтобы найти ну там ошибку исправить и ну ребята Ну понятно, в общем самое главное, что вы в курсе работаете над исправлением этой задачи и все равно в любом случае рано или поздно от этого тоже страдаю и даже там частично там например там начисление прошло у нас не в понедельник а во вторник и частично во вторник когда мне сообщили то есть там был тоже один неустраненный технический баг и айтишники в понедельник сказали, что мы не готовы к начислениям ну сделать начисление и долго до поздна в понедельник мы это скажем прорабатывали и когда уже на вторник утро перенеслось и утром мне там в 11 что ли уже или даже раньше сообщили, что я могу сделать начисление там начисление доходности в личном кабинете но из-за того, что я вот сам не мог долгое время там отловить вот удачный момент войти и мне действительно пришлось там пару участков ловить там иногда я когда в IT-департамент обращаюсь они говорят попробуйте там через там 10 минут попробуйте через 15 минут я пробую через 15 минут опять не получается ну я сам такой неучительный человек я начинаю там через другие гаджеты через другие какие-то варианты и все что я нахожу с чем все что с чем я сталкиваюсь я это сообщаю нашему IT-департаменту соответственно это поможет быстрее определить баг и исправить его так Марат Амирович у меня как раз таки был вопрос про начисления будут ли начисления у нас по понедельникам в дальнейшем либо они перенесутся на вторник среду Марат Амирович вас просят перезайти плохо слышно вы пропадаете или попробуйте переключиться на другой интернет вот сейчас прислали ребята сказали что вы постоянно пропадаете я думала что только у меня пишет что у всех я вас хорошо слышу и вижу у меня просто есть другой интернет но он намного хуже и я боюсь что сейчас что-то я могу перезайти если это поможет то я могу перезайти давайте попробуем давайте попробуем перезайти окей а запись не пропадет если я сейчас крестик нет нет я в эфире поэтому вы просто отправьте еще раз приглашение и перезайдите все хорошо выхожу так ребят сейчас Марат Амирович перезайдет сейчас как раз таки спрошу у него про базу данных что с переходом нужно ли проходить всем верификацию потому что это тоже популярный вопрос поэтому дождитесь на него ответа и от себя лично конечно хочу сказать что те кто пришли во мир капитал на долгосрок переведите все равно самостоятельно деньги в накопительный счет постарайтесь как можно меньше заходить на сегодняшний день в кабинет дайте спокойно поработать айтишником все наладить все восстановить и совсем в ближайшее время поверьте вы будете пользоваться кошельком кабинетом с удовольствием так давайте посмотрим Марата Амировича еще не присоединился тем более кто из вас уже купил давно токены и доли и больше не планирует покупать все равно переведите во-первых будет начисление как минимум за неделю у вас в кабинете сейчас попробую сама отправить Марата Амирович приглашение так тут от одного партнера пришло и он просит озвучить в прямом эфире как можно заходить в кабинет чтобы было все легко так сейчас Марата Амирович приглашу вход в кабинет работает если продублировать вкладку а заходить с первой же если немножко все равно не поняла партнер один просто озвучивает как легко заходить в кабинет и ничего не вылетает и не нужно по 20-30 раз нажимать и дублировать заходите на аккаунт Амир Кэпитал нажимаете правой кнопкой дублировать вкладку или просто такую же открываем в первой вкладке вводим логин пароль вход и все работает с первого раза в общем все кто поняли пользуйтесь у нашего партнера все работает и не нужно по 20-30 раз нажимать Марата Амирович вы запомнили как вам тоже не нужно будет нажимать скажите пожалуйста про базу данных что с переносом базы данных или нужно проходить верификацию заново всем Самсаб на связи и стадия переговоров с Самсабом она в такой активной фазе и в любом случае рекомендуем если есть время и возможность если человек не планирует ближайшие несколько дней делать каких-то операций на тот случай если вдруг с первого раза не получится пройти верификацию то есть с точки зрения риск менеджмента нужно закладывать но Global Pass нам каждый день рапортует что у них с каждым днем все лучше и лучше проходит операция по верификации действия по верификации то есть и скорость увеличивается и сейчас на данный момент нет такой большой очереди соответственно если у вас нет своей внутренней какой-то потребности в ближайшее время пользоваться какими-то операциями кошелька или счета накопитель то я рекомендую все-таки пройти переверификацию именно в Global Pass есть вероятность что в общем вероятность переноса базы данных есть но все-таки лучше на сегодняшний день пройти верификацию заново я могу пояснить то есть Global SamSup он может передать нам базу и процесс интеграции базы SamSup на ресурсы Global Pass процесс интеграции может быть тоже достаточно длительным и болезненным так скажем да и здесь это тоже может затянуться во-первых сама передача когда состоится там непонятно плюс интеграция сколько времени затянется и вообще по законам эстонского регулятора мы обязаны проходить раз в год переверификацию да там и наверное лучше пройти все-таки переверификацию то есть у вас получится счетчик обнулится и соответственно со стороны регуляторов не будет никаких претензий и там все документы обновятся да есть какие-то исключительные случаи то есть у нас есть там ребята которые проходили верификацию там по российскому паспорту по региональному внутреннему паспорту не международному а внутреннему и они до сих пор там не прошли там периферификацию у самого самсаба да самсаб требовал дополнительно предоставить документы есть ребята которые подпадали под скажем возможность пройти верификацию у нас и сейчас после там в течение какого-то времени они подпали под список там санкционных стран или санкционных регионов которые уже по новым правилам глобал пас не может пропустить то есть они в самсабе у них есть верификация а в глобал пас они не могут пройти верификацию вот эти случаи в исключительном порядке мы сейчас решаем ведем активно переговоры с глобал пас может быть ну чтобы они нам подсказали как поступить в этом случае ну пока процесс такой в активной фазе решения пока окончательного решения нет но активно что-то решаем в этом направлении ребят в общем у кого есть возможность проходим уже начинаем проходить верификацию с новым провайдером клиентский сервис Марат Амирович очень хочется чтобы клиентский сервис в Амир Кэпитал был таким как в Тимпо в Каспий Банк но все же на сегодняшний день мы этого к сожалению не видим поделитесь пожалуйста что уже сделано на сегодняшний день и что планируется сделать в ближайшее время чтобы его улучшить на самом деле я считаю вообще вся команда молодцы супер да и вот особенно в последние несколько месяцев клиентский сервис наверное один из таких передовых отделов которые работают можно сказать ну вообще сверх возможного да там ожидания были намного меньше ребята действительно очень качественно и профессионально работают благодаря там руководителю непосредственно клиентского сервиса да там и вот благодаря руководителю IT департамента да который к нам пришел новый и соответственно вот сказать какие-то вот слова нарекания в сторону клиентского сервиса у меня честно язык не повернется есть конечно внешние факторы там то что происходит с точки зрения технических вопросов есть ну внутренние и внешние факторы например там Яндекс там ну вот просто в каком-то одностороннем порядке прекратил там отправлять письма да там и у нас некоторые вещи там внутри клиентского сервиса там по отправке писем по переписке какие-то вот сервисные наши услуги они ну вот в связи опять же с санкциями потому что мы работаем с какими-то компаниями которые оформлены там за рубежом и так далее то есть все это на нас тоже влияет и нам пришлось именно с технической точки зрения там вводить какие-то определенные обновления и это сказывается на стабильной работе клиентского сервиса мы идем идем к тому чтобы быть как Тинькофф да действительно для нас Тинькофф это компания на которой можно равняться именно в этой области в области клиентского сервиса я сам несколько раз на некоторых выступлениях говорил о том что мы хотим достичь такого уровня качества та команда которая сейчас есть и развивает это направление я думаю что с этой командой мы достигнем такого уровня качества сейчас может быть от меня лично от клиентского сервиса большая просьба потерпеть какие-то неудобства которые происходят в связи с техническим обновлением для того чтобы потерпеть неудобства я могу сказать что нужно сделать нужно в официальном канале всегда оповещать своих любимых инвесторов вот вам серьезно говорю вот у меня это крик души еще раз я на прошлом криптомире я буду на каждом криптомире говорить до тех пор пока мы в официальном канале не добьемся вот прям регламента к примеру вот в понедельник не получилось начислить начисление можно было об этом вечером сообщить что переносится на вторник вечер все все спокойные и не будут заходить в кабинет по сто тысяч раз потом к примеру технические работы по обновлению там вводу выводов опять можно написать в официальном канале по крайней мере как минимум десять тысяч человек увидят это сообщение и не будут заходить в личный кабинет это облегчится работа у IT отдела просто в официальном канале пишите и все и если можно к примеру айтишников соединить с теми людьми кто пишет официальные каналы чтобы была связь напрямую и все будет быстро работать ну вы правы и я беру на заметку например там в оправдание могу сказать что я например стараюсь быть на связи со всеми и вот например у меня у меня сейчас есть там ну около наверное пятидесяти неотвеченных сообщений после того как я завершу эфир и есть люди которые волнуются входят в какое-то состояние повышенного эмоционального стресса и так далее и я не могу когда человек начинает жаловаться иногда просто надо выслушать иногда может быть просто дать высказаться да там и ты погружаешься в его эмоциональное состояние и честно восемьдесят девяносто процентов сил уходит на то чтобы успокоить так скажем разгневанных инвесторов есть более конструктивные инвесторы которые там что-то подсказывают что-то ну тоже просят там уделить 5-10 минут их идеи там интересны соответственно где-то ну вот на этом разговоре очень много времени теряешь да там и нас обвиняют в том что мы не вовремя там выложили это на сайт но у меня там 20 человек по распоряжению и они у каждого по два тракона и еще чата и идет постоянная связь там и обработка ну ошибки нами допускаются да там но опять же не потому что мы такие плохие глупые и непрофессиональные а потому что да никто не говорит что вы плохие просто официальное объявление Марат Амирич просто надо вас исключить из этого списка понимаете вы не должны быть связующим звеном есть айти отдел есть официальный канал они друг друга быстро соединились написали выпустили новость и все довольны и у вас не будет завален телефон кстати есть такой вопрос Марат Амирович вам не кажется что вы порой заняты не той работой и пора бы прекратить всем подтирать сопли отвечать на сообщения только реальные поступки действия могут быть быстро вернуть дееспособность фонда вот вам один из инвесторов прислал такое сообщение поэтому официальный канал и все и никаких телефонных разговоров так следующий вопрос на P2P были заявки сейчас сервис не работает а средства так и не поступили что делать и можно ли об этом написать в канале кому куда писать куда обращаться да в канал уже писали несколько раз что все отмененные операции по P2P в ближайшие дни будут средства будут возвращены на кошельки и я даже ну может быть через раз читаю канал ну и то несколько раз видел это объявление то есть пока ожидать те у кого были заявки ожидать в ближайшее время они вернутся на кошелек да да те кто даже через меня обращались в клиентский сервис после этого благодарили что клиентский сервис всегда на связи и вернули объяснили там и присылали потом мне слова благодарности почему-то все думают что если ко мне напрямую обратятся то это пройдет быстрее на самом деле через меня оно дольше будет и мы работу выстроили так что даже и от меня какие-то заявки в клиентский сервис они поступают в порядке очереди то есть там исключение ребята не делают то есть даже от меня поступает заявка она как от обычного человека то есть если мы в клиентский сервис так будет быстрее так следующий вопрос две недели по счету стабильных биткоине нет начислений ожидать или кому-то написать слышно было Марат Амирович вопрос а то вы пропадаете не полностью вопрос услышал но две недели по счету стабильных биткоине нет начислений я вот сейчас вспоминаю возможно они мне давали какой-то ответ но я попрошу ребят чтобы они официально в канале дали какой-то комментарий по этому вопросу что по счету стабильный по биткоину эфириуму нет начислений я же правильно услышал я этот вопрос передавал в IT-отдел но я просто вот сейчас навскидку не вспомню отвечали ли мне они на это маратомирович вы меня все время пропадаете вы меня хорошо слышите и видите или нет ну где-то на 2-3 секунды подвисаете и потом появляется сейчас хорошо слышу ну давайте следующий вопрос попробуем для чего нужен страховой фонд либо резервный фонд куда он делся и почему не погасил часть кассового разрыва и пополняется ли он сейчас в данный момент в кризис да он в автоматическом режиме пополняется начисляется и почему он не помог ошибка была не со стороны трейдеров а ошибка наверное была больше бизнес модели я уже объяснял на некоторых эфирах он на сегодняшний день в целости и сохранности и если технически посмотреть то наш портфель он тоже можно сказать в целости и сохранности наверное я воспользуюсь рекламной паузой приходите к нам в Амир Академию проходите базовый плюс курс и многие вещи для вас станут понятны именно с точки зрения трейда и текущего положения в компании что такие ситуации бывают то есть если это была ошибка одного трейда или работа одного трейдера то возможно тут ошибка была фундаментальная то есть бизнес модели которая привела нас к такому кассовому разрыву то есть это не была ошибка трейда или трейда ну понятно а как раз таки страховой фонд это деньги которые приходят к трейдеру он предназначен для покрытия ошибок трейдеров и трейда а ошибка не в этом но те ошибки которые к примеру происходят за неделю к примеру вы ушли в минус для того чтобы инвесторы не получали минусовую доходность они как раз таки компенсируют страховым фондом да так следующий вопрос антикризисный комитет из амбассадоров это реальность или только слова и почему в комитет входят амбассадоры а не специально нанятые профессионалы в данной области мы отобрали из амбассадоров профессионалов в данной области то есть количество как бы амбассадоров достаточно большое и многие из них имеют ну огромный опыт и с точки зрения проектного управления и с точки зрения антикризисного менеджмента да и действительно несколько ребят имея за таким ну за плечами такой опыт предложили свою свою помощь и на базе них мы сформировали еще команды специалистов и мы обращались к амбассадорам именно те кто имеет достаточно компетенции чувствуют что может быть полезен и мы приняли в антикризисный комитет можно сказать практически всех желающих кто хотел участвовать в антикризисной программе так сказать и сейчас достаточно вот я иногда присутствую на этих совещаниях и оно проходит очень продуктивно и даже иногда задумываешься почему у нас раньше так не было почему вот такого ну такой продуктивности эффективности мы не могли достичь раньше ну возможно как бы вот это понимание текущей ситуации нас как бы заставило так скажем в таком единстве и сплоченности мы прям очень продуктивно и эффективно там решаем вопросы или вот наверное то что действительно собрались профессиональные люди которые понимают что надо делать можно ли увидеть официально эти лица либо они либо вы их специально скрываете ну я спрошу у них и я просто не понимаю в чем как бы необходимость там увидеть обычно когда ты показываешь там начинается потом хейт и в их сторону да там что он он никакой не антикризисник что он такой-сякой то есть ну там облить грязью можно там любого человека и не знаю вопрос ради вопроса или там именно для чего вам необходимо видеть этих людей то есть если пришлете ответ на этот вопрос то возможно Марат Амирович покажет этих людей давайте следующий вопрос у нас времени не так много осталось так при самом плохом исходе какие прогнозируемые сроки окончания выхода из кризисной ситуации вот при самом плохом исходе у нас есть план А план Б план С план Д да там и во всех планах у нас нет там плохого исхода да там у нас есть только хороший исход да и мы используем вот все одновременно планы и тот который выстрелит быстрее тот и будет ну скажем лучшим вариантом решения вопроса да да тот поможет нам быстрее выйти из кризиса сейчас вот люди цепляются дай сроки дай сроки дам сроки не сдержим эти сроки будут обвинять в том что мы обманщики врём и так далее то есть ребят я ещё раз повторю что мы очень заинтересованы в быстром решении вопросов и это связано с тем что я очень хочу там развить бизнес стать более богаче более могущественней так скажем ну с точки зрения возможностей продуктов экосистемы да я хочу там выйти на мировой рынок и быстрее так скажем есть прецеденты которые там за 3 года у него было 80 миллионов скачиваний мы за 4 года там за 5 лет достигли 170 тысяч скачиваний и я вот сделав выводы из там предыдущих скажем опыта я хочу за ближайшие 3 года достичь вот 80 миллионов скачиваний наших продуктов там и флагманского продукта Амирволит да там и других остальных продуктов которые мы развиваем там Листа Летит Амиракадемия ну и так далее Sunnyman и я в этом вижу ну большую прибыль большой успех ну и так далее и тому подобное и соответственно те инвесторы которые будут находиться рядом в этот момент да там они тоже ну заработают ну приумножить ну не заработают а приумножить свой капитал гораздо больше я многим ребятам говорю настраивайтесь на миллионы миллиарды да почему ну вы смотрите на скажем плохую сторону то есть смотрите на возможности то есть не на скажем страх ну в общем марат амир фонд фонд на сегодняшний фонд на сегодняшний день точно так же как и каждый инвестор очень хочет возобновить работу потому что это хорошо для всех для всех это важно для всех это нужно и каждый на этом заработает колоссальное количество денег и приумножит свой капитал поэтому все заинтересованы в любом случае наихудший вариант мы будем счастливы и богаты и наилучший вариант это будем счастливы и богаты вопрос там когда это произойдет наверное зависит насколько быстро мы сплотимся насколько быстро мы начнем помогать друг другу насколько быстро мы там найдем общий язык и плечом к плечу там будем семимильными шагами там идти в сторону развития да там и так далее и так далее это зависит наверное от этих факторов вот наихудший вариант что с нами может случиться мы будем счастливы и богаты давайте последний вопрос ну все поняли что мы будем счастливы и богаты в любом случае да при самом худшем варианте мы будем счастливы и богаты ребят запоминаем еще раз и доносим до всех своих партнеров и до амбассадоров давайте последний вопрос ситуация в мире непростая и многих интересует вопрос может ли криптовалюта стать альтернативой живым деньгам она будет альтернативой ой то есть вот вот это мне фраза живые деньги то есть говорит о том что человек давайте ну разбираться что такое деньги во первых что вы вкладываете в смысл живые деньги и что вы вкладываете в смысл криптовалюта то есть вот валюта это не деньги и приставка крипто что для вас означает мне вот прям аж до аллергии вообще что является деньгами я на всех своих выступлениях говорил что деньгами может являться и заварка и тумбрики и тубрики во первых что вы считаете деньгами и что вы считаете живыми деньгами и вопрос опять же сообщества и договоренности этого сообщества и ну вот в общем ребят на самом деле криптовалюта это уже финансовые инструменты и можно расплачиваться на сегодняшний день как только вы это сами признаете это будет живыми деньгами криптовалюта будет живыми деньгами только вы это примете и какой это Вася там скажет что все это живые там биткоин это живые деньги а вы примете как только вы примете что биткоин это живые деньги и с ними можно расплачиваться вот с того момента все будет хорошо Благодарю вас за прямой эфир спасибо что пришли в среду следующую жду вас опять на очередной нашей передаче надеюсь что еще с лучшими интересными новостями когда мы все станем еще богаче и успешнее все вместе буду почаще почаще выходить с новостями и взял на вооружение что надо на на всех наших каналах давать все последние новости чтобы люди чувствовали себя уверенно и спокойно всем большое спасибо Марат Амирович до среды Global Star Club возможности безграничны